Здравствуйте, уважаемые коллеги! Наверняка среди моих слушателей есть и будущие коллеги. Те, кто только собираются получить профессию турагента или только что прослушали курс «Как стать турагентом и заработать миллион». Несмотря на то, что основным продуктом моей Академии туризма являются уроки и курсы по страноведению, этот урок я посвятила решению проблемы, с которой сталкиваются уже несколько лет многие-многие турагентства. Как удержать клиента и перестать бесплатно работать? Понятно, что удерживать клиента – это постоянная забота в любой сфере, работающей с клиентами. В туризме около 10 лет назад возникли специфичные и серьезные обстоятельства, которые привели, с одной стороны, к исходу клиентов из турагентств в принципе, то есть произошел отказ от услуг турагентов при организации путешествий и, с другой стороны, к переходу клиентов из одних турагентств в другие турагентства. Обе эти тенденции продолжаются по сегодняшний день, поэтому проблема актуальна до сих пор. И второй вопрос, который волнует турагентов все больше и больше – как перестать работать бесплатно? Так сложилось, что в туризме не приняты платные консультации. Сейчас это уже не совсем так, но в подавляющем большинстве случаев турагенты пока не знают, не понимают, не хотят, боятся оказывать такие услуги. Недавно была новость про то, что одно агентство оштрафовали за платные консультации. Но там суть была не в самих консультациях, а в том, как они были безграмотно оформлены. Действительно, турист может прийти в одно турагентство, получить качественную, иногда многочасовую консультацию, причем это может быть не простой выбор отеля, а составление сложного тура. И все это без каких-либо предоплат. А потом клиент попросит скидку и, получив либо отказ, либо скидку, размер которой его не устраивает, просто уйти в другое турагентство, которое воспользуется работой, проделанной первым турагентством, и где клиенту легко предложат любую скидку. А те, кто участвует в схемах обналичивания, это уже давно не секрет, могут отдать весь заработок. Как видно из примера, первое агентство поработало бесплатно. Второе агентство, если дало большую скидку, по сути тоже, кроме обналичников до поры до времени. И первая, и вторая проблемы тесно связаны между собой. Я вижу одно из решений этих проблем в том, чтобы турагентство не завоевывало клиентов за счет скидок. Понятное дело, что разумная программа лояльности должна быть у всех. Остановилась гибким в своем работе с клиентами. Сегодня туристы очень изменились. Причем не только пришли новые клиенты с другими запросами и подходом. Меняются и старые клиенты. Развитие рынка онлайн технологий и онлайн бронирования неизбежно будет порождать желание клиента попробовать что-то сделать самостоятельно. И не нужно этого бояться. Нужно дать понять клиенту, что вы рядом, что вы ему не враг, а друг и верный помощник. Надо просто правильно предложить помощь. Для современного туриста стать гибким, и для кого-то незаменимым турагентом можно предлагать три основных вида услуг. Продажу турпродукта, то, чем занимаются подавляющее большинство туркомпаний. И далее расскажу обо всем, что относится к турпродукту. Особенности формирования турпродукта, турпакеты на чартерах и регулярных рейсах, туры GDS, динамические туры, динамическое пакетирование, горящие туры, раннее бронирование. Бронирование отдельных туристических услуг. Я сравню турпродукт и туруслугу. Покажу грань, которую нельзя переходить турагенту, предлагая отдельные туристические услуги. И оказание информационных услуг, как новый тренд на туристическом рынке. Я имею смелость утверждать, что являюсь пионером в этом виде услуг, так как серьезно задумалась о них в 2008 году, а с 2009 года их внедряю. То есть уже 10 лет. Если кто-то из коллег начал раньше, тогда же или позже, было бы очень интересно пообщаться и найти точки соприкосновения, обсудить опыт наработки. Мы просто не нашли друг друга и развивали эти услуги параллельно. Моя задача на этом уроке рассказать, как правильно в правовом поле оказывать эти услуги. К сожалению, у нас несовершенно отраслевое законодательство. Существующий закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации довольно однобокий и регулирует только один сегмент туристского рынка – реализацию турпродукта. Сейчас снова есть инициатива по внесению поправок в закон, как раз с целью структурировать и рынок, и продажи, вспомнить об отдельных туристических услугах. Нам потребуется небольшой юридический экскурс в наш профильный закон об основах туристской деятельности, который дает такие понятия. Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену, независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и или других услуг, по договору о реализации туристского продукта. Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом. Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а туроператор не может быть индивидуальным предпринимателем. Заказчик туристского продукта. Турист или иное лицо, заказывающее туристский продукт от имени туриста. Формирование туристского продукта. Деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт. Гостиницы, перевозчики, экскурсоводы, гида и другие. Продвижение туристского продукта. Комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта. Реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организациях туристских информационных центров, издании каталогов, буклетов и другое. Реализация туристского продукта. Деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и или третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором. Закон также дает еще одно определение – туристская деятельность. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий. Что такое иная деятельность по организации путешествий, совершенно непонятно. Правоведы пытаются по-разному столковать это определение. Мне более-менее близка версия, согласно которой основными функциями туристских фирм называют организаторскую, производственную, посредническую и информационно- консультационную. Первая из них соответствует туроператорской деятельности, а вторая – как туроператорской, так и агентской. Оказание информационно-консультационных услуг относится к иной деятельности по организации путешествий. Но авторы этой версии упускают еще одну деятельность, когда нет турпродукта, а есть только отдельные услуги. Например, клиент заказал у вас только гостиницу или только трансфер. Но кроме как самого определения, больше в законе об иной деятельности по организации путешествий, больше нет ни слова. По сути, наш закон регулирует только все, что касается турпродукта, его создания, продвижения и реализации. И турагент – это тот, кто занимается турагентской деятельностью, то есть реализует турпродукт. Как называются те, кто бронирует только гостиницу или оказывают информационные услуги, закон о туризме не знает. Но знает закон о защите прав потребителей, по которому турагент, бронируя отдельные туристические услуги или оказывая консультации в туризме, является исполнителем, а турист – заказчиком. Но у нас принято турагентом называть любого менеджера, который работает в турфирме, чтобы он не продавал. Поэтому турагент занимается в турфирме следующим. Подавляющее большинство турагентств, а скорее всего 100%, реализуют турпродукты туроператоров, готовые турпакеты или заказывают у туроператоров индивидуальные турпакеты. Турагентства, у которых есть клиентура, ориентированная на индивидуальные туры, могут бронировать отдельные туристические услуги. Таких тоже много. А вот что касается оказания информационных услуг, то это новая зарождающаяся услуга на туристическом рынке, которым я, как уже сказала, занимаюсь с 2009 года. Можно сказать в одиночестве. Пыталась много раз поделиться опытом, но встречала со стороны коллег изредка легкое любопытство или непонимание или неверие, что такое возможно. Но есть ощущение, что интерес все-таки проснулся, хотя уже в 2017 году все турагенты должны были бы задуматься о том, где же их заработок. Ведь со вступления новых поправок к закону в стоимости турпродукта у крупных федеральных туроператоров заработка турагентов уже нет. Связано это с тем, что туроператор заинтересован в занижении стоимости турпродукта, потому что от общей стоимости им приходится делать отчисление в фонд персональной ответственности туроператоров. Разберем подробнее, что такое турпродукт. Как я уже сказала, подавляющее большинство турагентств реализуют турпродукты от туроператоров. Важно понимать, что турпродукт – это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта. Турпродукт может быть стандартным, готовым. Это так называемые турпакеты, которые мы видим в поисковых системах туроператоров, которые их создали. Они включают обязательно авиаперелеты размещения, но обычно еще трансфер и страховку. Это стандартные предложения для массового потребителя. Их находить и продавать легче всего. Турпакета или турпродукта изначально может не быть, но его можно сформировать, подобрать авиабилет, отель, включить другие туристские услуги. Собственно, так формируются индивидуальные туры. И как альтернатива стандартным турам у некоторых туроператоров – Pegas, Coral, Sunmar, Annex – такие туры называются нестандартными. В поисковой системе есть функционал под названием «мастер нестандартного тура». То есть отличие стандартного тура от нестандартного в том, что стандартный – это готовый турпакет. Но есть у этих туров и общие. Они могут создаваться на базе специально организованных чартеров и блоков мест, которые туроператоры берут на регулярных рейсах. Или на базе регулярных рейсов с билетами из свободной продажи. Важно понимать разницу между блоком на регулярном рейсе и билетом в свободной продаже. Турпакет с блочным местом – это фиксированная цена билета в туре, даже если это регулярный рейс. Туроператор подписал договор с авиакомпанией о том, что он обязательно купит этот билет и заплатит за него, даже если кресло полетит пустым. Это, кстати, одна из причин, по которой возникают горящие туры, когда туроператор готов продавать билет ниже себестоимости, чтобы сократить свои убытки. В авиакомпании он все равно заплатит по полной. Турагент не знает, сколько стоит билет в готовом турпакете. Можно только догадываться, узнав примерную стоимость отеля. Но и тут турагент может не знать особенных контрактных цен на отеле у туроператора. Как правило, стоимость блочного места при формировании нестандартного тура дороже. По сути, это просто публичная цена блочного билета. При этом она, может быть, и чаще всего и бывает комиссионной, и все равно ниже актуальной цены на регулярном рейсе. В этом нужно разбираться для того, чтобы объяснить клиенту, почему идея туриста внести даже небольшие изменения в стандартный турпакет оказывается более дорогим удовольствием. Прежде всего потому, что меняется стоимость билета. Если туроператор имеет блок мест на регулярном рейсе и у него есть особые договоренности с авиакомпанией, то после того, как свой блок будет закрыт, туроператор может обратиться в авиакомпанию и докупить билеты по блочной или специальной цене, которая ниже публичной цены авиабилета на момент покупки. Здесь стоит упомянуть динамические цены. Первым такую практику применил Библиоглобус. Алгоритм поисковика настроен так, что туры, даты, продолжительности, которые смотрят меньше, начинают дешеветь. И наоборот, чем выше спрос на тур, тем выше на него цена. Можно столкнуться с ситуацией, когда цена меняется в процессе бронирования. Нам хватило одного туриста, чтобы испытать, что это такое. Турист упорно ждал, когда опустятся цены на Доминикану. Нам казалось, что вот этот момент настал, пора брать, но он хотел еще более низкой цены. И вдруг просто кто-то купил тур. И цена снова поднялась и стала выше той, с которой мы начинали с туристом караулить снижение цен. Динамические цены возможны для туров на блочных местах. Но это я говорила о блоках, то есть о фиксированных ценах на авиабилет, пусть по разной стоимости, заложенные в стандартный и нестандартный тур. А есть туры с билетами из свободной продажи. Они называются туры GDS. Это довольно свежее в нашем профобиходе название. Когда я рассказывала о себе, я упомянула, что после отказа от блоков на чартерах, но оставаясь туроператорами, мы как раз и предлагали такие туры. Это был период с 2011 по 2015 год. Но массово такие туры туроператоры стали предлагать после сложного 2014 года. Случился кризис. Несколько громких туроператорских банкротств. Все операторы стали пересматривать свою политику, сокращать чартеры и часть турпродуктов формировать на регулярных рейсах. Тогда турагенты работали в сложных условиях, потому что туроператорам потребовалось некоторое время, чтобы технически эти туры обозначить в поисковиках. То есть эти туры сначала никак не обозначались. Не было синхронизации с актуальной ценой авиабилета. А для того, чтобы в поисковике показался готовый турпакет, туроператорам надо было в базе забить какую-то цену. Брался, естественно, минимальный тариф на начало программы на регулярный рейс. Что мы имели? Турист видел заманчивую цену с нереальным билетом. У туроператоров автоматической синхронизации цен на билеты с авиакомпаниями тогда еще не было. Турагенту приходилось предпринимать несколько действий, чтобы узнать реальную стоимость тура. У почившего туроператора Натали Турс надо было обязательно забронировать тур, чтобы узнать реальную стоимость тура с учетом актуальной стоимости билета. У Туз Тура была более лояльная система. Можно было провалиться в личный кабинет, где уже была актуализация с ценой авиакомпании на данный конкретный момент. Основная сложность, как я уже сказала, была в том, что клиенты видели минимальную цену, не понимая, что цена тура может существенно измениться. И очень раздражались, когда она действительно менялась. Просто нужно было время. Турагенты и туристы нервничали, а туроператоры в итоге доработали свои системы. И теперь мы можем различать стандартные туры на блочных местах, будь то чартер или регулярный рейс. Можно воспользоваться фильтром, оставить только туры на блоках или только на регулярном рейсе, если турист предпочитает именно такую авиаперевозку. В нестандартных турах теперь можно видеть актуальную стоимость билета на регулярном рейсе и собирать тур, турпродукты. Есть еще такое понятие, как динамическое пакетирование. Сейчас это главный козырь туроператора Пактур. У многих можно собрать индивидуальный тур в системе, но система Пактур на данный момент превосходит всех, на мой взгляд. Они регулярно об этом рассказывают на своих семинарах. Изучайте и будете подкованы в части организации индивидуальных туров. Причем такой тур можно формировать как на базе блочных мест на регулярном рейсе, например, в Прагу из Новосибирска, так и на базе билетов из свободной продажи по актуальным ценам. И также можно уточнить у туроператора, если закончился свой блок, есть ли возможность докупить билет авиакомпании по блочной или специальной цене. У так называемой турецкой группы туроператоров Пегаса, Анокса, Коррелла и Санмара уже давно есть мастер нестандартного тура, что по сути тоже является вариантом динамического пакетирования. Я подробно разобрала схему формирования турпродукта, стандартных туров массовых турпакетов и нестандартных туров индивидуальных туров. Вы узнали, что такое динамические цены и динамическое пакетирование и что это совсем не одно и то же. Я вскользь упомянула про горящий тур, но еще ничего не сказала про раннее бронирование. А хочу предложить вам ссылки на статьи в нашем блоге, посвященные теме горящих туров и раннего бронирования. Ссылки найдете по окончанию урока под видео. Либо можете скачать готовые файлы в PDF с текстами из этих статей. Следующий вид деятельности, которым занимается турагентство – бронирование отдельных туристических услуг. Это не какая-то новая услуга, она была всегда. Например, когда из Новосибирска не было разнообразия в географии направлений, продолжительности туров, туристы много летали через Москву. И у нас была популярная услуга – бронирование транзитной гостиницы в Москве. Это и есть самая настоящая отдельная туристическая услуга. Это никакой не турпродукт. Эту услугу не надо включать в общий договор на реализацию турпродукта. Правильнее оформлять ее отдельным договором. Но чтобы хорошо понимать, как продавать идильные туруслуги, нужно знать, чем они отличаются от турпродукта. Поэтому их нужно сравнить. Итак, турпродукт – это обязательный комплекс услуг за общую цену в договоре и состоит он из перевозки и размещения. Здесь важны все слова. Именно эти две услуги в комплексе превращают их в турпродукт, у которого есть общая цена и они должны быть оформлены в одном договоре. Про единый договор скажу еще не раз. Комплекс из обязательных услуг может быть дополнен любым набором других туристических услуг, трансферами, страховками, экскурсиями, услугами гидов и другими. Хотела бы внести ясность в понятии перевозка и трансфер. Дело в том, что в законе о туризме в понятийном аппарате нет этих терминов, хотя они в дальнейшем используются в правилах оказания экстренной помощи туристам турпомощью – ассоциации обедения туроператоров в сфере выездного туризма. В пункте 4 как раз дается расшифровка. Оказание экстренной помощи включает в себя перевозку туриста вместо окончания путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими временными затратами по усмотрению обедения туроператоров – авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, водным транспортом. Далее – перевозка. И под буквой «В» дается определение трансфера – доставка туриста от места расположения гостиницы или иного средства размещения в стране временного пребывания до пункта начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия – трансфер. Так как Россия является пунктом начала и окончания путешествия, то исходя из этого следует, что перевозка – это транспорт из России в страну путешествия и, соответственно, из страны путешествия в Россию. А трансфер – это доставка туриста в стране временного пребывания, то есть в стране путешествия, к пункту начала осуществления перевозки в Россию. Это может быть не только трансфер из отеля в аэропорт, это может быть внутренний авиаперелет к ближайшему пункту отправения в Россию, то есть из одного города страны путешествия в другой город. Туруслуга – это отдельная туристическая услуга. Список туруслуг общий с турпродуктом. Это могут быть одиночные услуги, например, только размещение или только экскурсия. В принципе, у вас могут заказать комплекс услуг, например, трансферы размещения или экскурсию услуги гида. Важно знать, что туроператор может формировать, продвигать и реализовывать турпродукт. Турагент имеет право только продвигать и реализовывать турпродукт. Отдельные туристические услуги могут оказывать оба участника рынка. Это обычные посредческие услуги по бронированию и оплате. Как следует из определения, на турпродукт оформляется один договор и указывается общая цена за комплекс услуг. Каждое оказание отдельных туристических услуг можно оформлять отдельным договором, но можно и несколько услуг оформить общим договором, кроме одного сочетания – перевозка плюс размещение. Это уже происходит формирование турпродукта. Сейчас предлагаются новые инициативы по внесению по праву закона туризма, я об этом уже тоже сказала, где предполагается, что турпродукт получит новое определение. Поживем – увидим. В договоре на реализацию турпродукта должна быть указана полная информация о туроператоре, включая все его финансовые гарантии, страховка или банковская гарантия, фонд персональной ответственности, которые должны помогать туристам, еще не уехавшим на отдых, а также информация об ассоциации турпомощь, которая занимается экстренной помощью туристам, уже находящимся на отдыхе. Правда, все эти гарантии и помощи начинают работать только когда туроператор обанкротится и не сможет выполнять свои обязательства. Честно говоря, сам по себе посыл, что туристы под защитой, если туроператор обанкротится, не внушает доверия. А защита эта, как показывает практика, очень фиктивная, потому что никаких гарантий не хватает на адекватную компенсацию туристам, пострадавшим от банкротства туроператоров. Конечно, закон несовершенен, но закон есть закон. Вообще вопрос надежности того или иного туроператора очень болезненный. Сегодня профессиональная пресса перемыла косточки уже почти всем, кто давно работает на рынке. Самое неприятное, что турагенты часто начинают паниковать по какой-то непроверенной информации и при этом не видят очевидных предупреждений, сигналов и признаков предстоящего банкротства какого-то туроператора, теряют бдительность и как результат попадаются. Но вернусь к сравнению. Когда речь идет не о готовом турпакете, который уже сформирован и его легко продать, а о туре, который надо еще только создать или об отдельных туристических услугах, турагент может столкнуться с разными ситуациями. К сожалению, законодателями не учтен тот вариант, когда турист купил у вас сначала отель, а потом пришел за авиабилетом туда же, где находится отель. То есть изначально не задумывался никакой индивидуальный тур, то есть турпродукт. Можно рассмотреть совершенно простой пример даже не с заграницей, а с Россией. Например, ваши клиенты решили поехать в Казань. Может быть два сценария. Первый. Турист заказал у вас только гостиницу и вы забронировали и оплатили ее через туроператора, например, фактур. У вас был договор на бронирование туруслуги проживания. В таком договоре не требуется указывать никакого туроператора, даже если вы купили эту услугу туроператора, потому что отдельная услуга это не турпродукт и на него не распространяется фингарантия туроператора. Что-то там не получилось у клиента, он не успевает и просит вас купить билет Новосибирск-Казань-Новосибирск. И как вы понимаете, размещение плюс перевозка это уже турпродукт. Но в данном случае выход простой. Вы просто дозаказываете у того же туроператора фактур авиабилет и объединяете это в один договор. Как это делается, новый договор или изменение к существующему договору сейчас не важно. Главное, что теперь вы должны добавить в договор необходимую информацию о туроператоре. Без этой информации правильно оформленной страховая компания может отказать компенсации туристам в случае чего. С позиции турагента надежнее сделать единый договор, чтобы турист получил гарантию на оказание всех услуг или на компенсацию в случае их неоказания при банкротстве туроператора. В статье 10 закона о туризме есть такое важное замечание. В случае заключения туристам и или иным заказчикам с одним туроператором отдельного договора на оказание услуг по перевозке и отдельного договора на оказание услуг по размещению на одно и то же лицо и на один и тот же период услуги, оказываемые по таким договорам, приравниваются к услугам, оказываемым при реализации туристского продукта. Другими словами, нельзя оформлять отдельные туруслуги по перевозке и размещению разными договорами. Это будет считаться попыткой скрыть формирование турпродукта. Это адресовано и туроператорам, которым формировать турпродукт можно, но тут другая цель – не дать занизить суммы для фонда персональной ответственности, которые формируются за счет отчислений с общей стоимостью турпродукта. А для турагентов – это попытка скрыть ту деятельность, которой турагенту нельзя заниматься, то есть формировать турпродукт. И есть второй сценарий. Вы заказали отель не у туроператора, а напрямую в отеле или в системе бронирования гостиниц, например, Островок. И снова пришел клиент за билетом. Система бронирования отеля не продает авиабилеты и не является туроператором. Что можно было бы сделать, но сразу скажу, что это будет нарушением закона. Первое. Продать клиенту билет, оформив его отдельным договором. Любые услуги можно оформлять отдельным договором, кроме случаев, когда есть перевозка и размещение, повторю как мантру еще раз. В этом случае нужен только один договор и общая цена. Второе. Объединить билет с отелем в один договор. Тут уже можно даже не говорить снова, что это формирование турпродукта, которое разрешено только туроператором. Турагент попросту не может указать туроператора и его фингарантии, потому что услуги заказаны в разных местах и одного туроператора для договора нет. Но выход, конечно, есть даже по второму сценарию. Как узнать про этот выход, скажу об этом дальше. О сравнении турпродукта и туруслуги завершу перечнем законодательных актов, которые их регулируют. Продажи турпродукта, бронирование туруслуг подчиняются Федеральному закону о защите прав потребителей. При реализации турпродукта нужно руководствоваться Федеральным законом об основах туристской деятельности в Российской Федерации, правилами оказания услуг по реализации туристского продукта, правилами оказания экстренной помощи туристам, ассоциацией объединения туроператоров в сфере выездного туризма, турпомощь. То есть, оказывая услуги по бронированию отдельных услуг, важно делать это за рамками закона о туризме. Как бы это странно ни звучало, но это так. Вы можете скачать все эти документы по ссылке под видео. Оказание информационных услуг как новый тренд на туристическом рынке. Может быть, это громко сказано новый тренд, но то, что появился интерес и со стороны прессы, и что самое главное со стороны коллег, говорит о том, что оказанию платных информационных услуг в туризме пришло время. Всем, кто хочет идти в ногу со временем, я предлагаю прослушать отдельный урок по информационным услугам, в котором я за 45 минут расскажу о своем 10-летнем опыте оказания этого вида услуг, разберу типовой договор и разные виды заявок с реальными примерами, покажу, как мы калькулируем услуги, дам рекомендации, с чего начать и как не бояться продавать свои знания. Вы также получите образцы нашего типового договора и анкеты заявки. Под этим видео есть кнопка «Оплачивайте и получайте доступ к уроку презентации информационных услуг». Субтитры создавал DimaTorzok